Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия-1. Продолжаем наш утренний эфир. Тема нашей сегодняшней программы – «Всё лучшее детям». О том, как реализуется эта народная мудрость в Карачаево-Черкесии, узнаем после прогноза погоды. Карачаево-Черкесия. В горах местами – плюс 12, плюс 17. В северных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северной четверти – 6,11 метров в секунду. Днём порывы – 12,14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 12, плюс 14. Днём – плюс 24, плюс 26 градусов. Ожидается высокая пожароопасность. Наступили летние каникулы. С одной стороны, для детей – огромная радость. С другой стороны, для родителей – сплошная головная боль. Главный вопрос – как сделать так, чтобы лето дети провели с пользой, отдохнули, набрались новых впечатлений? Для детей-участников СВО этот вопрос решило правительство Карачаево-Черкесии. На побережье Чёрного моря отправились 50 ребятишек. В Анапе, в детском лагере «Планета» за счёт республиканского бюджета они будут отдыхать 10 дней. Любовь и Инвер Агавердиевы привезли в Черкесск двух внучек и соседского мальчика. Пока их папы воюют в зоне проведения спецопераций, они вместе поедут на море. Учатся наши дети в Кавказской средней школе, Прикубанский район. Одна в четвёртом, другая в первом. Наш папа, их папа, служит на СВО. Нам дали путёвку администрация, и мы едем на море в Анапу. Вы тоже ездите? Нет. Дети едут. Вместе с ними на море поедут их соседи, папа которых тоже воюет на Украине. Нам дали путёвку с администрацией Прикубанского района, и мы с удовольствием поедем отдыхать. Ребёнок очень счастлив, папа наш тоже. Мы ждём, любим, ценим и уважаем. Спасибо нашей администрации. Я хочу познакомиться с моими друзьями, искупаться на море. Для большинства детей это первая поездка без взрослых. Конечно, они волнуются. Волнуюсь и радуюсь. Ребята, все становитесь, пожалуйста. Радуюсь, потому что еду отдыхать, и волнуюсь, потому что буду скучать. Я радуюсь, и мне страшно там одному быть, потому что без мамы, без братика, без папы. Но всё-таки же отдыхать будешь? Да. Поэтому и радуюсь. Мечтаю научиться на море плавать. Вместе с детьми переживают и родители. Однако волноваться не стоит. В лагере за детьми есть кому присмотреть. Детей едет 50 человек, нас 4 человека, 3 сопровождающих, которые мы будем на весь период с детьми, и одна медсестра, которая нас довезёт. А вот Елена Сарыева из Таницы Преградной за сына не переживает. У неё трое детей. Муж Расул с марта прошлого года находится в зоне СВО. Говорит, если бы не правительство Карачева-Черкесии, море бы её сыну не видать. Нам позвонили с администрацией, сказали, есть путёка. Я у сына спросила, он говорит, я да, согласен. Первый раз дитё едет. Конечно, благодарна правительству, администрации, всем. Мышл стоящим. Скажите, а была бы у вас возможность отправить сына на море, если бы не это путёв? У нас не было такой возможности, потому что у меня и зарплата маленькая, и у меня и дитё на руках маленькие. У меня просто возможности и не с кем. Поэтому я благодарна нашему правительству. Это вторая группа, которая выезжает на побережье Чёрного моря. Город Анапа. Спортивно-оздоровительный лагерь «Планета». Детки, которые уже были. Первый поток уже отдохнул. Приехали все детки здоровые, счастливые, отдохнувшие. А у нас в студии гости. С удовольствием представляю Инну Ярышеву и Станица Кордонихска, которая приехала к нам со своим сыном Станиславом и дочерью Викторией. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы рассказывали в начале нашей программы о том, что на Черноморское побережье поехала отдыхать первая группа детей, то есть вторая группа детей в Анапу. А вы были в составе первой группы, которая первая поехала. И поехали вы вместе с детьми. А вообще как это получилось, Инна? Вы сами искали вам, позвонили, предложили. И как вы оказались в составе группы? Школа предложила, кто хочет поехать детей. И может кто-то из родителей сопровождающих поедут. Ну, я предложила свою кандидатуру, но не была уверена, конечно, что попаду. Ну, поехали. Станислав, ну вот мама твоя говорила, что ты вообще у нас не любишь никуда уезжать, обычно тебе нигде не нравится. А вот тут, в Анапе, прямо в лагере планеты, ты был очень довольна. Что понравилось больше всего? Мне понравился очень коллектив ребят, и больше всего вожатые, любава и забава. Они очень хорошо, ну, подход находили ко всем, я с ними хорошо разговаривалась, и они были хорошие, добрые. Ну, только вот воспитатели и всё, ну, там же мероприятия всякие были, море опять-таки. Ну, я небольшой любитель моря, а из мероприятий мне понравился лазертак. Что это такое? Мы бегали с ребятами, ну, с оружием лазерным, и сверху на нас одевали специальные датчики, которые показывали жизни. И у нас была игра, где, ну, было две команды, два отряда. Ну, войнушки такие? Да. И что, девчонки там тоже, или мальчишки? Там все были, и девочки, и мальчики. Понятно. Ну, а скажи вот, пожалуйста, мама ещё рассказывала нам по секрету, что ты немножко так в еде привередливый, то нравится, то не нравится. Кормили вкусно? Ну, да, мне понравилось. Завтрак особенно мне понравился. Там были очень вкусные булочки с сыром. Булочки с сыром, это как это? Там был сыр внутри, и они прям очень вкусные были. Мне больше всего понравилось. Понятно. Ну, а друзья новые у тебя хоть появились? Да. Они из Карачао-Черкесии? Ну, не только. Ну, все ребята с моего отряда, со всеми подружился. Переписываться будете, когда вернётесь? Ну, у нас есть группа, думаю, пока что переписываемся. Виктория, ну, а тебе что больше всего в лагере понравилось? Ну, мне больше всего в лагере, наверное, понравился наша комната. Мы очень хорошо прям подружились с ними. Ну, всегда были там вместе. Моря мне, я вот, в отличие от своего брата, мне море очень нравится. Почти каждый день по возможности я ходила на море. Там мы купались, веселились, играли в разные игры. Ну, и сколько раз в день вы на море ходили? Ходили два раза в день, утром после завтрака и ещё вечером. Хорошо. Накупались, назагорались, да? В общем, у тебя там новые друзья, так поняла, девчонки, да? Да, друзей много. Они из Карачао-Черкесии? Ну, есть из Карачао-Черкесии. У нас в комнате было только две девочки, не из наш, не из Карачао-Черкесии. Из Карачао-Черкесии я тоже с девочками подружилась. Ну, конечно, все хорошие. Ну, ещё я дружила с девочками из Магадана. Ух ты! Это была наша соседняя комната. Сначала мы вообще не нашли общий язык, мы там немножко даже поздорили. Но потом уже последние дней так пять мы хорошо дружили, общались, все вместе веселились. Всё-таки один отряд. Ну, а скажи, Виктория, какие мероприятия там интересные были? Вот видишь, твой брат, ему войнушские стрелялки интересные. Ещё был дельфинариум, я туда ходила, мне там очень понравилось. Там были дельфины, морские львы, ещё был кит-белуга. Ух ты! Много разных мастер-классов, 3D-ручка, там глина, журналистика. Я ещё в волейбол был. А я пошла на мастер-класс по танцам. Мы там, ну, было достаточно много девочек, даже один мальчик был. И благодаря этому мастер-классу мы там учили разные танцы. И мы два раза выступали за эти, сколько там было, 9 дней. Мы выступали два раза. И бурными аплодисментами вас встречали, да? Конечно. Ну, в общем, ты довольна. Да, мне понравилось. Ну, твой брат говорит, завтрак ему понравится, обеда не очень. А тебе как вот питание, это всё-таки тоже важно? Я тоже не прям в еде люблю всё. Ну, мне понравилось, там и обед были вкусные, в принципе. Вот, завтраки, да. Мне ещё очень понравились вареники, вкусные были. Ещё хорошо было то, что можно было взять как добавку, то, что было, например, на завтрак. Мама, ну, я думаю, вы человек всё-таки взрослый, объективный. Детям вообще трудно угодить, да? Это я не люблю, это не ем. А вы вот как взрослый человек, как оцениваете отдых в лагере Планета? Мне понравилось, что было 5-разовое питание комплексное. Завтрак, обед, полдник. Ну, на полдник там сок с печенькой, с пряником давался. Потом хороший ужин был плотный. И сонник это был йогурт, кефир, там ряженка. Ну, что-то каждый день было, и тоже так же печенька. И вкусно было, да? И было вкусно, да. То есть чувство голода, если всё есть, вообще не возникнет. Пляж был вообще очень рядом, его было видно прямо с территории лагеря. Дети сами, конечно, выйти не могли, там всё огорожено, всё подключено с камерами. Выходишь на пляж, он песочный и мелкий, что для детей не страшно, что... Вот, вожатые также с ними идут в воду, там же есть спасатели, всё это как бы там... Ну, в общем, безопасно. Да, да, очень много ракушек. Дети прям счастливые были, что находили вот такие большие прям ракушки, вот эти не мелкие. Очень удивлены были, что там они водятся. Ну, в общем, всё хорошо было. Ну, как бы комплексный так отдых, море вот, и игры для детей, досуг. Мне особенно нравилось, что забираются телефоны у детей. Телефоны забирают? Да, отдавались только в тихий час на два часа, там, ну, позвонить родителям, там, зарядить телефон. Сначала, конечно, дети первые дня два многие скитались, не знали, чем заняться. Не знали, что делать, да. А потом ничего. Привыкли, да, привыкли, Виктория, да, сначала, наверное, плакали, телефон забрали, да? Нет, не плакали. Ну, это даже наоборот хорошо, тебе не нужно там бояться за телефон, где ты его оставишь. Ну, и тебе в любом случае придётся общаться, ну, с ребятами. Ну, научились общаться, да, не с телефоном, да, ну, вообще прекрасно, по-моему, во все лагеря надо это внедрить. Ну, это ещё и по технике безопасности, потому что бывает, чтобы никто не украл, чтобы не отвечать, они их просто убирают. Когда заходишь в тихий час, они все... Все в телефонах, все там. Все лежат в телефонах, да. Ну, в общем, полноценный отдых, правильно? Вы рассказывали своему супругу, которая находится в зоне СВО, вот делились, наверное, впечатлениями, да? Что он сказал? Ну, был рад за нас. Он был рад. Рад, что как бы не оставляют семьи. Давайте называть вещи своими именами, это действительно подарок от правительства Карачао-Черкесии. В этом году поехали бы вы на море с детьми? Нет, пока мы уж там, никуда не ездим, в принципе, без него. Только потому что без него? Да, только потому что без него, да. Понятно. Ну, что ж, я желаю вам провести лето с пользой. Забирайте, по примеру, лагеря планеты у детей своих телефоны, да, Станислав? Пусть они общаются со своими сверстниками, бегают, загорают, купаются на речке, когда они чистыми станут. Всего доброго вам, хорошего вам лета, удачи во всех ваших делах. Спасибо за то, что приехали. И вам спасибо. И вам спасибо. В первой части нашей программы мы рассказывали о том, как отдыхают в Анапе, на побережье Черного моря, дети участников СВО. И хотелось бы сразу узнать, потому что интересует многих из них, продолжится ли эта традиция в следующем году. Да, конечно, продолжится эта традиция в следующем году. Хочу сказать, что вот уже второй год правительством нашей республики реализуется данный проект по отдыху детей на Черноморском побережье в городе Анапа. Непосредственно осуществляется данная работа Министерством образования и науки Карачаева Черкесской республики. Хочу сказать, что в этом году уже 100 детей вместе с родителями мы уже отдохнуть сумели, успели. Планируем еще, если получится, где-то в августе месяце, в конце, либо в сентябре организовать еще одну смену. А так, понимаем, что востребованный очень вид отдыха. И в связи с этим мы этот проект хотим и дальше продолжить. И в следующем году. Это очень хорошо. Думаю, дети и особенно их отцы, которые сегодня служат в зоне проведения спецопераций, конечно, они будут рады. Анголка Магомедовна, хотелось бы узнать у вас, кроме детей участников СВО, Какие категории детей отдыхают в первую очередь? Вот в первую очередь обеспечиваются бесплатными путевками в лагеря Карачаевой Черкесии. Спасибо вам за вопрос. Да, это очень актуально на сегодняшний день для наших родителей и детей. Что касается первостепенности и первоочередности категории, то, конечно же, предпочтение в первостепенном порядке приоритетно, можно сказать, отдается детям-сиротам, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-участникам специальной военной операции. Кроме этого, у нас дети, которые проявили значительные выдающиеся успехи в своей учебной деятельности, может быть, творческой деятельности. Кроме этого, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченные, малоимущие семьи, дети из малоимущих семей. Гука Магомедовна, а вообще вот сколько лагерей работает в Карачаевой Черкесии, в том числе и пришкольной, и загородной, и где они расположены? Сколько детей с этим летом сможет отдохнуть в этих лагерях? В нашей республике на сегодняшний день открыли свои двери для наших детей, для отдыха, 9 организаций отдыха и оздоровления, в том числе два палаточных лагеря. Вот эти лагеря у нас расположены в поселке Дамбай, в городе Тиберда, в поселке Архыс. И у нас в этом году открылся новый лагерь, называется Беслан, в ауле Алибердуковский. Как я уже сказала, Беслан, хочу отметить, что вот именно сейчас в этой смене туда мы приняли на отдых детей из Луганской народной республики. Именно Старобельского района 125 детей отдыхают сегодня в Беслане. На сегодняшний день у нас дети в возрасте от 7 до 17 лет имеют право отдохнуть во всех лагерях, во всех типах и видах лагерей. Хочу сказать, что в загородных лагерях планируется отдых более 3500 детишек. Всеми формами отдыха на территории нашей республики порядка 13 тысяч детей в этом году мы охватим отдыхом. Для того, чтобы получить путевку родителям, рекомендуем обратиться в муниципальный орган управления образованием с заявлением о предоставлении путевки. В настоящее время путевки, приобретенные Министерством образования, распределены во все муниципальные образования. А не опоздали наши родители? Все-таки уже целый месяц прошел летний коньяк. Вы знаете, ежемесячно перед каждой сменой у нас формируется определенный нормативный акт, где распределяется по районам количество путевок. И, соответственно, согласно этого нормативного документа, районы наши получают путевку. И, учитывая вот эти категории детей, они предоставляют путевки. Вот поэтому еще не поздно, конечно же, летний отдых у нас продлится до конца августа месяца, как и в прежние годы у нас лета. Напомню, что мы 1 июня стартовали летний отдых и завершим в августе месяце, где-то числа 28-го. Поэтому есть уникальная возможность у всех родителей заявиться и получить путевку. Голика Магомедовна, это справедливо, что в первую очередь путевки предоставляются, бесплатные путевки предоставляются детям, которые нуждаются в защите государства, в социальной защите. Ну, а что делать простым школьникам? Ну, вот, ну, живут они в хороших семьях, скажем так, в полных семьях. Для них есть возможность отдохнуть в наших лагерях или нет? Безусловно, вы правильно заметили, что, значит, путевки, они для которых приобретаются правительством республики, распределяются нами, как уполномоченным органам, они все бесплатные. Но кроме вот приоритетной категории детей, которые первостепенно обеспечиваются при условии наличия путевок, то вот та категория детей, о которой вы говорите, значит, та категория, естественно, имеет право. И муниципалитеты, управление образованием предоставляют эти путевки нашим деткам. Я уже сказала вначале, что дети, которые проявили какие-то значительные успехи в учебе, в спорте, в творчестве и так далее, значит, они у нас тоже проходят, получают путевки. Мы, более того, для них организуем специальные профильные тематические смены. Вот хочу сказать, что вот сейчас проходит тематическая смена в настоящее время для спортивной направленности, туристко-краеведческой направленности, социально-гуманитарной направленности и так далее. То есть профильные смены, где, конечно же, вот категория детей, которая, как вы говорите, да, ну как бы не относящиеся ни к какой категории, тоже отдыхают. В следующей смене у нас с 1 июня планируем тоже профильную тематическую смену театральную, театральную направленность. Вот здесь, значит, мы приглашаем всех детей, вот на эту смену, все категории детишек, которые проявили себя и стали победителями, а мы им вручали сертификаты победителям на отдых и оздоровление профильной смены. Для них готовится шикарнейшая смена, отдельная программа для школьных театров, студий и так далее. Вот детки, которые посещают школьные театры, которые получили от министерства сертификаты на отдых, вот они и будут отдыхать. Ну что ж, Голка Магомедовна, я благодарю за то, что вы ответили на наши вопросы, большую работу делаете. И от имени жителей Карачао-Черкес, я думаю, это будет справедливо. Хочу выразить вам огромную благодарность в лице вас, в лице нашего министра образования Инны Кравченко. Спасибо вам огромное. Вы действительно помогаете, заботитесь о наших детях. Спасибо, что пригласили.